Да, сейчас они что-то выдумают. Так, вирус X мутировала и приобрела симптом внутреннее кровотечение. Офигеть, внутреннее кровотечение. Сейчас начнут умирать людей больше. Последний здоровый человек на планете недавно заразился болезнью вирус X. Офигеть. Но у нас есть все шансы выиграть. Но разработка лекарства завершена на 95%. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда Плей. Дуда Плей. Всем привет, ребятки. Вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в игру против вирусов или против человечества. Кто как назовет эту игру. Так, ну что ж. Мы возьмем, смотрите, новый ген. Найден и разблокирован новый ген тероцит в одиночной игре. Хорошо. Спасибо. Давайте вставим ген. Ген мы ничего не можем вставить, потому что... А вот тероцит мы можем вставить. Давайте. Ускоряет распространение болезни по суше. Вставим. И продолжим. Так, выберем средний уровень. Хорошо. И назовем не ПАКС-12, а назовем эту болезнь вирус-Х. Да? Так, пишем на английском. Вирус. Вирус-Х. Вирус-Х. Отлично. Так, ну что ж. У нас задание такое, конечно же, распространить вирус и уничтожить человечество. Как это не страшно бы звучало. Ну что ж. А где будет у нас вирус, ребята? Давайте возьмем в Китае. Создадим. Все. Вирус-Х распространялась на страну Китая. Болезнь вирус-Х заразила первого человека. Так, первый человек уже заражен. Подсказка. Так, он сейчас мутирует, его сложно контролировать. Откат симптомов не бесплатен. Ну понятно. Нам, ребята, нужно следить, чтобы вирус слишком не распространялся. Как бы не была такая заразность у нее. Заразность пускай будет большая, но главное, чтобы симптоматика не была. Симптоматики. Потому что если будет симптоматика, то люди начнут понимать, что это вирус, что он очень вредный. И начнут против него, естественно, бороться. Так, опасность пандемии сильно преувеличена. Мировые эксперты по здравоохранению заявили, что глобальная эпидемия имеет только 2,5% шанса уничтожить человечество. Это хорошо. Люди думают, что пандемии может быть и не быть. Потому что, так сказать, ничего страшного. Так, вирус начал распространяться. Вирус-Х передается человеку к человеку. В стране Китая число зараженных растет геометрической прогрессии. Вы можете управлять болезнью, развивая ее характеристики. Понятно. Так, ладно. Главное, нам нужно следить, чтобы вирус не мутировал. Чтобы он не показывал никаких симптомов. А просто распространялся через людей, через сушу, через все различные транспорты. Так, смотри. Симптом кашель мутировал. Так, мутировал, привел симптом кашель. Нам это не нужно. Давай посмотрим. Симптоматика. Вот, смотри. Симптоматику мы делаем откат. Да, откатить. Откатили. Хорошо, мы потратили очки умения. Но нам не нужна симптоматика, ребята. Так, вы успешно развили болезнь Х. Вы потратили ДНК. Так, все понятно. Хорошо. Набираем очки опыта. Ага. Так, это понятно. Все так. Так, мы можем следить вот так, вот таким способом. Так, вирус заразил уже сотни людей. 228 человек заражено. Это у нас получается в Китае только такое заражение идет. Так, знаешь, что мы сделаем сейчас? Мы сейчас сделаем путепередачу улучшим. Давайте сделаем. Патоген может выживать вне тела в свежей теплой воде, что улучшает его распространение в влажном климате и кораблями. Давайте это разовьем. Так же разовьем, что патоген переносит с частицами пыли. Лучше распространяется в засушливом климате и с самолетами. Тоже мы делаем улучшения. Так же можно сделать через комаров. И все, у нас пока закончились очки. Ничего страшного. Но распространяться сейчас болезнь будет наша намного быстрее этот вирус. Так, давайте увеличим скорость. Так, хорошо. Где у нас? Ага, смотри, вирус стал заражать уже тысячами. У нас 7 тысяч уже заражено. Вот, прогрессия идет 8, 20, 2 тысячи. Так, болезнь вирус X пришла в страну Корея. Корея еще одна зараженная страна. Ваша болезнь становится эпидемией. Когда новая страна заражена, так, щелкайте на пузыречек. Понятно. Так, смотри. Симптом сыпь мутировал. Так, это нам не нужно. Берем, идем в симптоматику, убираем сыпь. Вот она. Значит, корка покрывается болезненными ладырями. Нет, это нужно откатить. Да, откатываем. Мы теряем, конечно же, свои очки умения. Ну, ничего страшного. Мы потом нарастим. Ой-ой-ой-ой. Так, а ну-ка. Вирус X заражает все больше и больше стран. Ага. Все, у нас уже 75 тысяч. О, 100 тысяч уже заболели. Ой-ой-ой, смотри, как растет быстро. 350 тысяч. Все. Нормально. Можно даже сейчас ничего мы не будем улучшать. Так, хорошо. Щелкайте по красным пузырькам и зарабатывайте очки умения. О, Россию заразили, смотри. Ты понял? Так, симптом бессонница мутировал. Так, это нам не нужно. Симптоматику убираем бессонницу. Да. Убираем симптоматику. Так, идем дальше. Ага. Заразило больше людей, чем туберклез. Это очень заразная болезнь. Так, это, видишь, главное, чтобы у нас ВОЗ не проник мыслью о том, что надо лечить. Болезнь X начинает распространяться по всему миру. Используйте кнопку МИР, чтобы просмотреть список зараженных стран. Так, МИР. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Это у нас Афганистан. Центральная Азия. Казахстан заражен уже. Так, дальше. В Иране заражение произошло. В Ираке произошло заражение. Саудовская Аравия. Здесь все нормально. Никто не заражен. Ладненько. Опачки. Сразу две страны заболели. Австралия. Ага. Так, очень заразная болезнь. Так, Австралия. Медицина тормозит заражение. Австралия богатая страна. Сразу это медициной. Чтобы распространиться быстрее, болезнь должна иметь устойчивость к лекарствам. Хорошо. Ничего страшного. Подождем. Я хотя бы вот здесь все заражу. Так, опа. Мутировал. Смотри, кашель опять. Опять кашель. Он все мутирует. Давай симптомы. Уберем кашель. Так, 6 очков стоит. Нифига себе. Так, мы сейчас все деньги потратим. Так, давай умение сделаем устойчивость к лекарствам развить. Вот, отлично. Это нам пригодится, чтобы заразить Австралию. Хотя Австралия заражается и так. Неплохо. Давай посмотрим на карту Австралии. 59 человек заражено. Но здоровых 23 миллиона. Здоровых еще очень много. Ну, ладно. Сейчас будем в других. О, Египет терпит убытки после цунами. Ага. Значит, в Египет можно что-нибудь занести получше, я думаю. Так, а ну-ка посмотрим сейчас, что у нас тут. О, пачки. Какая страна заражена была? Не видел. Турция, что ли? О, Турция заражена. Нифига себе. Все. И сейчас будем потихонечку всех заражать. Надо, знаешь... О, смотри, опять мутировал. Аномия. Так, это нам не надо. Симптоматику убираем. Аномию. Так, все делаем. Откат. Это что такое у нас? Откат. 7 очков. Офигеть. Мы сколько денег тратим? Ладненько. Подождем. Давайте улучшим северные страны. Потому что у нас в северных странах тут заражение не особо. Так, давай сейчас улучшим. А хотя смотри. Казахстан как заразился быстро. О, как растет заражение. Офигеть. Полностью смотри сейчас скоро. А что с Китаем? А Китай полностью инфицирован, прикинь. А вот Казахстан идет заражение конкретно быстро. О, сколько у нас кнопочек. Так, а что у нас тут с Австралией делать идет? А на фериферендуме Великобритании голосуют за выход из Евросоюза. Хорошо. Пусть выходит. Сыпь. Смотри. У нас опять что-то смутировала. Мутировала. Сыпь. Так, делаем откат. Хорошо. И я бы, знаешь, что улучшилось? Путью передачи. Нет. Умение в холодной стране развить. И также во влажном климате. Развиваем. 7 очков у нас остается. Пока мы их не тратим. Потому что они нам пригодятся. Вдруг опять какая-то мутация произойдет. В Австралии смотрим. Заражение идет. Да, потихонечку в Австралии идет. Заразнее обычной простуды. Вирус X заразило больше людей, чем обычная простуда. Это невероятно заразная болезнь. Ребята, мы заражаем прям уже конкретно. Так, мировое заражение потихонечку идет. Потихонечку совсем. Ну, не так быстро, как хотелось бы, конечно же. Так, 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 так. Что у нас там по России? По России 6000 пока зараженных. Так, смотри, опять аномию она создала. Так, убираем симптоматику. Аномию. Откат назад. 9 очков. Офигеть. Оно все дороже и дороже становится. Ладно, подождем. Так, по России 11000 уже заболевших. Но оно видишь, как идет. Потихонечку, потихонечку. И потом будет так быстро. Так быстро эти развития. Будет так заражать очень быстро людей. Пока потихонечку. Видишь, мы уже другие страны начинаем заражать. Это уже неплохо. Так, опять мутировала на бессонницу. Так, симптомы. Да, симптомы убираем бессонницу. 10 уже откат. Очень дорого становится. Давай путепередачу улучшим. От животных разовьем. От голубей разовьем. И от мышей разовьем. Все. И пока трогать мы ничего не будем. Да. Будем ждать, что будет. Нам нужно еще заработать побольше очков, чтобы убрать симптоматику. Так, что у нас там по России? По России. Уже почти 200 тысяч зараженных. Ага, киста. Так, кисту надо убирать срочно. Симптоматика. Вот киста. Убираем. Делаем откат. Как раз у нас хватает. Хватает очков. Хорошо. Откатили мы кисту. Так, в России все. Пошло уже по 100 тысяч стало. Заболевать людей стало очень сильно. Так, прибрел тошнота. Так, тошнота мне не нужна. Давай, симптоматика. Тошнота. Уберем. А, откат. Слушай, откат я не могу откатить. Фух. Что-то я откатил. Ну, наверное. Да, просто будет. Это очень нехорошо. Потому что сейчас они начнут изучать эту болезнь. А новая легкая болезнь распространяется. Врачи в стране и Корее нашли новую болезнь, называемую вирус X. Она кажется безобидной, но ее необходимо изучить дальше. Другие страны также сообщили от этой болезни. Ну все, началось. Начали ее изучать. Ладненько. Тогда больше симптоматику мы убирать не будем. Будем знать, что делать. Сыпь. Ну пусть будет сыпь, так сыпь. Ничего страшного. Давай, увеличим скорость. А судовская авиация начала работу над лекарством. Ну все, пошло дело. Видишь, один симптом мы не взяли, не убрали. И теперь началось конкретно все изучаться. Это плохо. Это плохо. Значит, потение. Ну люди стали потеть. Это уж конкретно неприятно. И естественно начнут медики волноваться и начнут разрабатывать. Так, Карибы отправляются после урагана. Вот смотри, вот Карибский регион. Так, аномия произошла. Аномия у людей. Так, ладно, что у нас по мировому? По мировому мы еще пока не всех заразили. Слушай, ребята. Так, паранойя мутировал без утрат очков. Ладно, заразить. Но нам нужно будет еще делать, чтобы она убивала людей. Так, Мексика закрывает аэропорты. Мексика первая страна, которая пытается ограничить сопротивление заболевания. У нас, в принципе, заражены почти что все страны. Поэтому даже Мексика, если она что-то там остановила, это ничего страшного. Мексика уже конкретно там. Где вот эта же Мексика у нас? Ну сколько? 122. Она вся уже заражена. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения ведет серьезное наблюдение за мутацией болезни вируса X. Правительство предупреждено, что может появиться смертоносный штамп. Офигеть. Так, болезнь вирус X мутировала и приобрела симптом киста. Хорошо, ладно, пусть мутирует. Ничего страшного, во время у нас есть. А Франция лидирует в разработке лекарства. А это не очень хорошо. Давайте посмотрим. В умениях разовьем. Патоген труднее поддаются анализу в лаборатории. Вот так вот. Это улучшим, улучшим конкретно. Причем осталось у нас совсем немножко. Давай. Ой, мы-то даже ничего купить не можем, прикинь. Нестабильность ДНК вызывает мутации. Ого, давай вот это разовьем. Мутации. Вирус будет более мутагенный. А этот у нас 11 стоит. Ладно, сейчас смотри, как будет. Так, синие пузырьки притормаживаем развитие лекарства. Так, давайте. Ой-ой-ой, уже завершено на 25%. Да, ну нафиг. Воспаление без траты. А, смотри, воспаление началось. Сейчас начнут уже люди умирать. Можно двумя способами препятствовать разработке лекарства. Делать болезнь все смертельнее. Это более заметно людям. Или развивать устойчивость к лекарствам. Это менее заметно. Ладно, ничего страшного. Первая смерть, смотри. Первая смерть от болезни вирус X подтверждена в стране Австралия. С течением обстоятельств или начала катастрофы. Ребята, начинают уже в Австралии умирать. И умирают уже десятками тысяч. Ох-ох-ох-ох-ох. Приобрела эпилепсия. Смотри, эпилепсию стала развиваться. Так, знаешь, что мы сейчас улучшим? Еще больше патогенность, да? ДНК частично разрушается, повышая шанс мутации. Да, улучшаем мутогенность и 13 очков. Будет вообще офигенно она мутировать, вирус. А как вы знаете, когда вирус мутирует, он приобретает многие всякие вещи. Вот как вот мутировал и приобрел симптом аллергия. Видишь, люди стали заниматься аллергией. Естественно, они начнут умирать от этого. Так, в стране Швеции люди умирают быстрее, чем заражаются. А это плохо. Потому что могут все заразные люди умереть. А не заразные еще останутся будут живых. Разработка лекарства от болезни вирус-Х завершена на 50%. Так, нам нужно срочно побольше чего заработать. Ученые всего мира сосредоточены на разработке лекарства от болезни вирус-Х. Вот тебе, пожалуйста. Так, вот тебе, пожалуйста. Вирус-Х мутировал и приобрел симптом нарыва без траты очков ДНК. Нарывы у людей появились. Представляешь? Давай еще посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Так, Африка. Так, погибло людей больше, чем от черной оспы. Умерло уже 70. А, нет. Подожди. 51 миллион же умер только. Так. Гемофилия. Так, это уже какое-то заболевание гемофилию вызывает. Гемофилия. Что это значит? Что это заболевание такое? Разработка лекарств завершена на 75%. Да, на 75%. Ребятушки. Разработка лекарств от вирус-Х почти завершена. Развитие устойчивости лекарствам, чтобы получить доступ к пересборке ДНК. Это зацветит разработку лекарства. Хорошо. Пересборка ДНК. Так, хорошо умение. Вот она, пересборка. А, пересборка ДНК стоит аж 24 очка. Но у меня пока вообще нету. Нет очков, уже кончились все очки. Поэтому я не знаю, что делать. Так, диарея пошла. Так, пока только 4 очка у нас. Но это очень мало, поэтому я не думаю, что мы справимся. Ребята, ну уже умерло 100 миллионов человек. Офигеть. Да, сейчас они что-то выдумают. Так, вирус-Х мутировал и приобрел симптом внутреннего кровотечения. Офигеть, внутреннее кровотечение. Сейчас начнут умирать людей больше. Последний здоровый человек на планете недавно заразился болезнью вирус-Х. Офигеть. Но у нас есть все шансы выиграть. Но разработка лекарства завершена на 95%. Боюсь, что я не смогу выиграть. Так, от испанки умерло 120 миллионов человек. А от вирус-Х умерло уже 160, 170, 180 тысяч человек. Так, что же делать-то? Лекарство от болезни вирус-Х готово. Разработка лекарства полностью завершена. И лекарство уже распространяется по всему миру. Все. К сожалению. Так, давай пересборку сделаем. Так, сделаем откат. Так, оно у нас... Ой, а у нас не дается, да, очки? Я думал, нам дадут еще пару очков. Нет. К сожалению, очки мы таким способом с вами не заработаем. У меня было 6 очков, а стало 3. Да, к сожалению, мы это ничего не сделаем. Очков больше никак не заработаешь. Так, симптом опухоли мутировал. О, видишь, в принципе, еще мутация происходит. Но начинают, видишь, люди вылечиваться. Так, чем подсказка? Вирус-Х начинает пугать. Чем страшнее остаются болезни, тем больше люди будут стараться разработать лекарства от нее. Помните, это развивая болезнь хорошо. Хорошо. Так. Все равно мы не успеваем. Все. Болезнь вирус-Х будет уничтожена. Мир пережил разрушительное бедствие. Вскоре навсегда искоренит болезнь вирус-Х. Погибла масса людей, и мир изменился навсегда. Да, дорогие друзья. Все, зараженных уже практически нет. Все, ноль зараженных. Поражение. Вирус-Х была ликвидирована. Поражение, а может быть, это и к лучшему. Потому что люди остались живы. Ладно. Давай посмотрим отчет наш. Время 914 дней. Сложность генома стандартной. Создание лекарств 100% было сделано. И сложность была средняя. Тип болезни вирус. Ну что ж. В принципе, неплохо. Вирус-Х только что был ликвидирован за. Так, здесь 14 дней. Хорошо. Ладно. Что ж, ребятушки. А сколько ж умерло? Умерло, но не показываю. Да, сколько? Давай в концовку сделаем. В концовку. В концовку. А это посмотрим, как мы играли с вами. Это неинтересно. Ладненько. Что ж. Вот такая была у нас игра интересная. Ну что ж. А вы подписывайтесь на канал, если интересно было видео. Скоро будем еще снимать. Так что не забудь подписаться, поставить лайк. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok